Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Хукат. И центральная тема недельной главы – заповедь о Красной Корове. Заповедь, которая не имеет логического объяснения. Написано «Вот Хуката Тора, везота Хуката Тора, устав Торы, который заповедовал Всевышний». Так начинается недельная глава. И сразу комментируют Раша эти слова. Хуката Тора – «Сатаны, народы мира, – пишет Раша, – надсмехаются над сынами Израиля. Что это за заповедь у вас, красные коровы? И есть ли в ней какой-то смысл? Поэтому эта заповедь и назло уставом Хука. Всевышний предостерегает – я вынес этот устав, это постановление, и ты не имеешь права в нем совмеваться. И Равцвий в своем издании «Хумаша» с комментариями Раши, он там приводит целый ряд объяснений. В Талмуде разъяснено, что существует два вида заповедей. Мишпатим – это законы, переводят часто, и Хуким – это уставы. Законы – это такие заповеди, справедливость которых человечество понимает, даже если бы они не были описаны в Торе, но их бы следовало записать, исходя из доводов разума, логичности. А к этим заповедям относят, к примеру, запреты разврата, воровства, убийства. Но и заповеди, против которых сатан, то есть дурное влечение в человеке, восстает особенно сильно, убеждая еврея, что Тора – она не истина. Ведь от выполнения этих заповедей нет никакой пользы. К таким заповедям относятся, например, запрет есть свинину, носить одежду из смеси и шерсти сольном. А также запрет очищения от пепла красной коровы и искупления с помощью козла, отпущения, например. Поэтому именно для того, чтобы человек не подумал, будто эти заповеди лишены смысла, Всевышний предупреждает – я вынес этот устав, и ты не имеешь права в нем сомниматься. И это слова от Талмуда в трактате Йома. Комментаторы отмечают, что закон о красной крови отличается от всех остальных уставов. Смысл других хуким, хотя и скрыт от большинства людей, но в принципе доступен для постижения, и немногие величайшие мудрецы поколения их понимают. Однако смысл заповедей очищения пеплом коровы скрыт от всех. И медроши говорят, что мудрейший из людей царь Шломо при изучении Торы сумел постичь смысл каждой заповеди, но в отношении заповеди об очищении пеплом красной коровы он так и не сумел достичь ясного понимания. «Сколько я не мог исследовать, и не обдумывал, и не изучал голову о красной корове», признавался царь Шломо в конце жизни, «она по-прежнему далека от меня». И неразрешимым для него оказалось именно противоречие, что с одной стороны вода с пеплом красной коровы очищает нечистого, в то же время она делает чистого ритуально нечистым. Более того, благодаря этой главе, которая оказалась для него недоступной, царь Шломо пришел к осознанию того, что не понимает в сущности и остальных заповедей Торы. И вся Тора непостижима для него в такой же степени, как в начале пути, когда он только приступил к ее изучению. Ведь все заповеди Торы связаны и все обусловлены подобно тому, как в теле человека взаимосвязаны 248 органов и 365 сосудов и сухожилий. Все они составляют единый организм. Так и заповеди составляют единство, потому что невозможно в совершенстве постичь одну заповедь из них, не познав при этом всех остальных. И когда царь Шломо не сумел постичь смысл там, заповеди о красной корове, ему открылось, что не только заповеди о красной корове, но и вся Тора на самом деле Хука, единый устав Всевышнего, превосходящий своей глубиной и сложностью возможности человеческого разума. Он так и написал об этом в своей книге Кегелет, экклезиаст есть такое на русском разовании, то, что глубоко, кто может постигнуть. Таким образом, заповедь о рыжей корове, красной корове, является великой защитной стеной, оберегающей человека, который пытается своим разумом постичь смысл заповедей, там и митсвот. Человек может по заблуждению подумать, я вижу и понимаю, по какой причине установлен тот или иной закон. И, соответственно, начать по своему разумению добавлять или изменять заповеди, потому что кажется, что причина, по которой он установлен, закон, перестала существовать, например. Но человеку следует выполнять все заповеди в точном соответствии с полученной от наших наставников Аллахой, вместе с тем, ясно осознавая, что их глубинный смысл остается непостижим. И раб Илья Гудеслер, это выдающийся мыслитель, из духовных лидеров этического движения Мусар, он умер в 1954 году, но родился в 1891, то есть был на переходе эпох, и около тысячи его статей и уроков, записанные его учениками в едином сборнике Миктафа и Ильягу, который сегодня стал одной из самых изучаемых книг по Мусару. Он подчеркивает, что принципиальная непостижимость заповеди о Красной Корове может стать ключом к верному восприятию всей Торы. Ведь когда человек приступает к серьезному изучению Торы, то по мере роста его познаний все начинает им казаться простым, понятным, пропадает восторженность и изумление перед ее законами, и он перестает видеть в ней руку Бога. И лишь когда он проникает в глубину, в мудрость Торы, гораздо глубже ему открывается, что рядом с тем, что ему понятно, существует океан непонятного, который все больше расширяется по мере дальнейшего продвижения, и тогда каждое новое постижение в следующей глумине увеличивает изумление и восторг неисчерпаемой глубиной Торы, выражающей волю Бога. И вот интересно он пишет здесь, вот в этом издании, я специально отложил и процитирую, что вместе с тем тайна красной коровы является ярчайшим примером относительности человеческого познания. Ведь абсолютно истинно является только существование Всевышнего, как сказано, «Эйноот бельвадо» – это ничего нет, кроме него. Но это абсолютно истинно, скрыто от человека, за разноцветной ширмой материального мира, который выглядит самостоятельно существующим. И человек в нем осознает себя отдельным и независимым существом. И в этом мире, ограниченной рамками пространства и времени, человек способен познать только относительную истину, каждый в соответствии со своим уровнем. И с этой относительностью познания связана тайна красной коровы, пепел, который очищает нечистых и в то же время делает чистых нечистыми. Но поскольку человеку в глубине души кажется, будто он в состоянии адекватно и исчерпывающе постичь окружающую его реальность, ему очень трудно удовлетвориться этой тотальной относительностью. И поэтому он задает вопрос, как же на самом деле пепел красной коровы очищает или делает нечистым? Но не получив однозначного ответа, он считает, что обнаружил в этом законе Бога противоречия. И тогда мы вынуждены вернуться к тому, с чего начали. Всевышний предупреждает, я вынес этот устав, и ты не имеешь права в нем соединяться. Только это доверие хозяину этого мира является единственным способом не скатиться к реформизму, консерватизму, другому сектанту и в общем в результате и к атеизму. Наша иммуна, понятие, которое переводят вера, отличается от веры Бога у других народов. Наша иммуна – это процесс продвижения от восприятия чего-то на веру, к знанию, от первого узнавания к полноценному знанию, затем к принятию, а затем, самое главное, к выполнению, к применению этого знания. И хотя в этом процессе есть большая часть, связанная с пониманием и знанием, тем не менее, мы выполняем законы Бога не потому, что в них разобрались и поняли. Ведь тогда можно по другой логической цепочке сказать, то, что мы не поняли, мы не выполняем. Так вот, нет, мы выполняем эти законы и уставы, потому что это повеление хозяина этого мира. Как приобрести эту иммуну в том, что это повеление хозяина этого мира? Так я же сказал, это уже заложено в самом понятии иммуна. Ты что-то узнал, в смысле услышал, и не веришь. Так пойди и разберись, пойми, узнай, как знание, а не просто прими, как информация. Да, это может занять время, но это самый лучший, продуктивный путь. Но есть более быстрый путь. Сначала выбери одного или нескольких человек, которому ты доверяешь, которые прошли такой путь приобретения знания, спроси у них. Поверим, а потом постепенно ты сам убедишься в том, что они тебе скажут. Сам приобретешь это знание и убедишься, что это правда. Я знаю, как это работает на своем опыте. И особенно усиливает приобретение знания и изучение Талмуда. Я хочу пожелать всем брахава и от слаха, благословения и успеха, сил всем и выносливости в эти непростые дни. Особенно сейчас, когда происходит эскалация на фронте, на войне в принципе, потому что расисты стали бомбить еще сильнее мирных жителей торговой центры, Кременчуг, Киев, жилой дом, детские сады продолжают, только уже не возле линии фронта. Это уже понятно, это терроризм. Давно это понятно нам, но сейчас это все больше понятно всем. Сил нам в этом всем, выносливости, это выдержать, выстоять. И дай нам Бог сделать свою работу в постижении Торы, понимании, в приобретении этой иммуны и выполнению заповедей Бога, что в результате приведет к достижению Всевышним целей в этой войне. И остаемся дальше в поисках смысла.